Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, Руслан! Кратко хотел бы описать свою проблему Сломан кончик ножа примерно 1 мм Перетащите нож и сполируйте мою заточку Посмотрите, может нужно смазать механизм и отцентровать клинок По скриптам я буду продавать этот нож, так как куплен он был мною больше года назад А в работе почти не был А я люблю, чтобы вещь приносила пользу А не так, как у меня лежала в бардачке авто Может кому-то он будет нужнее, чем мне Так хотел бы у вас узнать приблизительную стоимость ножа после ремонта Ребята, ну я не оценщик, честно скажу Смотрите по форумам, почему такие ножи продают Ух ты! Бенч манюсенький Да, действительно сломан И сломан так неплохо Ну и по заточке тоже В общем, мини-гриптилиан Придется нам его Ну первое, что Видите, да? Центровать Второе Вот так вот что-то здесь Нет, это все-таки царапины То есть это На каком-то камешке пытался Кто-то его Ну это мы сполирнем аккуратненько Вот здесь тоже так вот, видите, да? Вот так вот Ну нож уже полированный Потому как На нем здесь вот на спусках То есть такой Сатин легкий присутствует Здесь у нас вообще ничего нет Я имею ввиду на оригинальном ноже В оригинальном исполнении завода Здесь есть такой Мелкий сатин Его здесь нету Вот здесь вот видно, да? Вот в этом месте Вот он, видите, да? Был сатинчик такой Как бы его показать-то лучше Вот так вот, наверное, да? Видно на камеру будет Вот видно сатин, что был Вот сейчас видно, да? Вот такой вот сатин был С этой стороны тоже Вот он есть, остатки его Ну он не сатин Это рисунок только от фрезы остается То есть это не конкретно Вот что Сатинирование, да? Но от фрезы Рисунок Ну и тем не менее Будем сейчас исправлять Поправлять и делать это все Ладно, ну для начала Давайте разберемся с клинком То есть его в любом случае Нужно будет разбирать Но вот это вот Сполирнуть все хозяйство Удобнее гораздо вот с клинком То есть не отдельно держать Клин в руках, да? Вот держать за рукоятку И полировать с этой стороны Потом с той стороны То есть так гораздо удобнее Хотя в принципе Вот в этих местах вот Видно, что хозяин Точно так же и поступал Не разбирая клинок, полировал Поэтому Наверное все-таки Мы его разберем сейчас Ну и потому как Если человек хочет продавать Но что вот эту всю Бяку Придется нам почистить Сделать его Красивым, блестящим Поэтому давайте разберем Все-таки нож Разберем все-таки нож Так, записочка нам не нужна уже Нам нужна Вот эта история будет Так-так-так Так-так-так И два торкса Восьмой и десятый Восьмой и десятый Разбираем Ну в принципе Давайте я наверное На паузу-то нажму Чтобы время Рулика была Не очень Итак Нож мы разобрали Давайте Я наверное Закрою Потому как у нас весна Очень жарко Я открыл окошко Пока разбирал нож Вот так вот Сейчас выглядит нож Ну вот этот кончик Мы сейчас Сведем Поставим все на место Вот эту верхнюю часть Да, вот эту верхнюю часть Клинка Видите Одна плоскость Вот он Вот эту плоскость Мы трогать не будем Разве что Вот здесь чуть-чуть Полирнем Где сама шайба у нас И с этой стороны Точно так же Шпенек я снял На всякий случай Потому как видите Да, вот там Грязь есть И чтоб Эту грязь Аккуратненько Убрать Но это будет Не на полировочном Круге убираться Потому как Если мы здесь Тиранем То здесь сразу Лыска заблестит Вот такая вот Поэтому убирать будем Щеточкой Металлической Ну все будет нормально В принципе сейчас Все увидите Как получится Все покажу Поехали Переходим на Наждак В общем Чтобы убрать Вот здесь Грязь Всю Вокруг Шпенька Мы будем использовать Вот такой вот Кружочек Обычный Ёжик Так называемый Здесь у нас Стальная проволока Ставим его В патрон Зажимаем У кого нет патрона Можно в дрель Абсолютно без проблем И вот видите Да, здесь у нас Сатин такой Вот так вот У нее поперек Клинка То точно так Мы его будем Убирать Потому как Если вот так Вот мы Нож расположим Да То мы сразу Поцарапаем Сатин А так Даже если у нас Где-то какая-то Царапка будет Ну я не думаю Что он поцарапает Клинок Да, здесь 154,7 сталь А здесь Стальная проволока Плюс она уже Не грубая Она уже Скажем так Была в работе И плюс Работает круг Всю дорогу В одну сторону То есть Если в эту сторону Да, то вот он острый Ёжик этот А в эту сторону Он уже не острый Он уже такой Знаете Уже приглаженный То есть Не один раз Этот ёжик Был в работе И всю дорогу Он крутится В одну сторону Поэтому Включаем Станочек И Подновим Слежаться Полностью Всю эту плоскость По всей плоскости Пройдёмся Чтобы Цвет везде Был одинаковый Ну вот В принципе Вот так вот Цвет везде Одинаковый По всей плоскости Сейчас смотрите С этой стороны Да Вот здесь Вокруг шпинька Грязь Собралась Сейчас Мы её точно так же Точно так же Удалим Ну и кроме того Давайте я свет сюда добавлю Кроме того У нас Ни логотип Дизайнера Ни бабочка Не пострадали Никоим образом Так что В принципе Вот таким способом Без проблем Абсолютно Можно защищать Всякие Нехорошие вещи Да Ну видите Да Без проблем Абсолютно Клиночек Как новенький В данном Месте Где была грязь Ну и всё Теперь дальше Что мы делаем Это Равняем клиночек Расскажу Как я это буду делать Света конечно Да Света конечно Не хватает Мне охота Уже дёргать камеру Видите да Здесь у нас есть Такой маленький фальш Вот она плоскость Вот она сейчас блестит И на её кончике Вот здесь вот На её кончике Сходился Кончик ножа Видите да Сейчас он сломан И получается Чтобы выровнять Нам вот этих Две плоскости Раз плоскость Верхняя и нижняя Две линии Чтобы свести Нам нужно свести Их вот чётко В этом месте Поэтому Смысла нет Опускать вот эту грань Нижнюю Потому как Клиночек у нас уйдёт И будет кончик Не по центру скажем так Не в том месте Где он был Запланирован Запланирован Заводовым изготовителем Поэтому будем Часть ножа Спиливать сверху Часть ножа Убирать снизу Делается это Очень просто Вот таким вот образом То есть он не горячий Сейчас не греется Абсолютно Видите да Вот ложу на руку Поэтому Любители попричать Что наждак Всё угробил В жёг Смеют Вас Разочаровать Вот таким вот образом Отсюда мы убираем Часть металла Вот так вот Да Будет выглядеть Да Всё Ну и сейчас Часть металла Уберём сверху То есть видите Да Я вот на руку Его ложу Этот клинок Абсолютно без проблем То есть он не горячий Даже Ну не то что горячий Даже не тёплый И то же самое Делаем Часть металла Убираем просто сверху Ну сверху мы убирать будем Не на камешке А на вулканитовом круге Вот такой вот Вулканитовый круг Прорезиненный Ставим его И вот Обух мы просто будем Убирать на На этом вулканитовом круге Начинаем С самого верха И в самый низ Вот проходим Абсолютно Ровненько Дабы рисунок По Всему Обуху По всей длине Обуха у нас Не менялся А был одинаковым То же самое Нож холодный Ребята Ну и вот у нас Уже кончик острый Получился Видите да С этой стороны С этой стороны Ну сейчас Посмотрим по центру Да все по центру Все здесь на месте В принципе все Можно перетачивать клинок Но прежде чем Перетачивать клинок Нам нужно Видите да Вот внизу Остатки вот эти вот Хозяйской Хозяйской заточки Сарапины Вот эти вот Все убрать То по этой причине Мы Уже переходим на Тряпочный Скажем так Круг да Переходим на Фетровый круг Берем серую пасту Наносим Серую пасту И на Серую пасту Полируем Ну вот Вот так вот это Примерно будет Выглядеть 154.7 Очень сильно Очень быстро Полируется Ну и то же самое С другой стороны Повторяем Ну в принципе Вот так это выглядит Да Ну Чтобы сейчас Скажем так Более четко Разграничить Две области Две плоскости То есть Сами спуски У нас будут Видите Полированы А Вот верхнюю часть Вот эту Чтобы не трогать Я сейчас Ну Разграничу их Вот этих Две части Наклеив сюда Просто Кусочек Малярного скотча То есть Вот так вот Берем кусок Малярного скотча Клеим На Плоскую часть На основную Скажем так Да Часть клинка И Сейчас мы Сполирнем То есть Вот эта явная Граница Она будет еще Более явна Явный переход Такой будет Вот Вот этот нам Эффект и нужен Дальше берем Белую пасту И Делаем Наше зеркало Еще более Зеркальным Без нажима Просто Паста сама Сделает свою работу Ну вот так вот Теперь Срываем Скотч с этой стороны И переклеиваем его Переклеиваем его На эту сторону Точно так же Повторяем процедуру Добавляем Чуть-чуть белой пасты Ну и так же Скотчем я заклею Вот эту часть Которую нам не нужно полировать И сполирнем Вот где сама шайбочка Ходит Следы уберем Дабы ход Клиночка Был еще мягче Вот таким вот образом Лишнее Чтобы не сполирнуть Нигде Не появилось зеркало Я просто Заклею скотч Тоже Зеркало Мы полировать Здесь не собираемся Просто Сполирнуть Остатки Скажем так Раковины Глубокие Вот Шайбы Ну и шайбы Мы полирнем Поэтому Ход клинка У нас будет Очень мягкий Очень плавный В принципе все Переезжаем на стол Ну и вот что у нас Получилось в конечном Результате Вот так вот В общем видите Да Четко разграниченных Три области Три плоскости Вот плоскость номер один Основная плоскость Ножа В обухе Вторая Это спуск Ну и третья Это вот видите Да Маленький Такой тоненький Фальшик С этой стороны Точно так же В общем Ну Граница видите Да Какая здесь То есть четкая линия такая Вот она Она четкая линия За счет того Что мы как раз Здесь оклеили скотчем И не вылезли Знаете Если бы чуть-чуть Вылезли сюда То тогда было бы Такой Непонятный переход Здесь вот четкая Такая Линия С этой стороны Вот логотип Не пострадал Он у нас Ну Протереть нужно Клиночек еще Потому как Отпечатки пальцев Остались Логотип Вот он на месте Вот так вот видно Да И логотип Вот он Мало С этой стороны Тоже он остался Все нормально Вот так Ну Как-то так Вот так вот Его хорошо видно Поймать на камеру Очень сложно его Вот так вот Выглядит у нас Клиночек Ну и что Сейчас я его буду Перетачивать В принципе Позвоню сейчас Хозяину ножа Уточню Нюансы По заточке Как мы его будем Точить Ну и потом Вернемся Пока Буду Названиваться К хозяину Буду Полировать Шайбы Ну Чтобы не Простаивало Время Ну что ж Хозяин Ножа у нас Почему-то Не отвечает Трубочку Не снимает Поэтому Будем собирать Будем Собирать Нож Так 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 Шайбу 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 Берем Шайбочку Ставим ее На место Шайбу Ставим На место Капаем 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 Смазки Капельку Совсем Чуть-чуть Вот так Ставим Клиночек Теперь С этой стороны Шайбу Номер Два Поправляем Вот так Вот Поправляем Аккуратненько Аккуратненько Поправляем И Также Нужно Капнуть Сюда Капельку Смазки Вот В принципе И все Так 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 Если Не ошибаюсь То То все Можно Собирать Нож Так Шилы Больше Не нужно И Так Здесь Кстати Да Фиксатор Очень Очень Много Его Он Здесь В принципе Не нужен Потому Как В пластик Закручиваются Болтики Так И Не будет Откручиваться Он здесь Ни при каких Обстоятельствах То есть Мы его Просто Закручиваем Он Хорошенечко Закручивается Становится На место Все Раз Два И два Винтика С этой стороны В лайнер Заходит Тоже Их Не обязательно Сажать На фиксатор Их Просто Хорошенько Нужно Зажать Чувствительно На фиксатор Желательно Сажать Осевой Винтик Остальное Все Можно Без фиксатора Ну вот В принципе И все Так Теперь Стяжных Еще два Болта У нас Тоже Видите Да Они все Все Прямо Залиты Фиксатором Это Ну Честно Говоря Вот Вот это Вообще Лишнее Видите Да Он Не работает Здесь То есть В этом месте Винт Просто Не держится Разрывает Там Резьбу Это Вообще Ни к чему Поэтому Мы Сейчас Этот Фиксатор Прочистим На Уже Знакомом Ёршике Поэтому Ставим Ёршики Прочистим Резьбу Он Не повредит Но Вот Этот Фиксатор Он Уберет Видите Да Вот В этом Месте То есть Болт Вообще Ни о чем То есть Не работает Он Просто Разбивает Резьбу Внутреннюю В пластике Вот Так Выглядит Винтик После чистки Без фиксатора Уже Ну и так На всякий случай Скажу Что Ребята Где Вот Допустим В рептилине Он Входит Винт В пластик То есть Здесь Фиксатор Вообще Не нужен В пластик Заходит Винтик И так И держится Очень хорошо То есть Просто Нужно Хорошо Чувствительно Зажать Там В пластике Просто Отверстие Подогнано Под диаметр Резьбы Под диаметр Винта Уже с резьбой И он Заходит Очень четко Туда Фиксатор Вообще Лить не нужно Поэтому Ну это Такой Знаете Извините Но Мартышкин Труд То есть Это лишнее Так 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 Ставим На место Спинек Ну вот На шпинек Действительно Можно капнуть Капельку фиксатора И то Фиксатор Желательно Капать Не на Резьбу Наружную А на Внутреннюю Резьбу Вот туда Внутрь И буквально Это Вот так Ну там Такой мизер Такая капелька Чтобы она Растеклась Вот так Вот Просто чувствительно Зажимаем И никуда Он уже На шпинек Не денется Так Зажимаем Осевой Вот на осевой Уже нужно будет Капнуть фиксатор Но Мы сначала Сейчас посмотрим Как у нас клинок По центру Или не по центру То есть Сразу мы фиксатор Не капаем Потому как Возможно Придется нам Сейчас клинок Еще разбирать Если он не станет По центру Помните Да Он у нас криво стоял После всех наших действий Он по идее Должен стать ровно Ну вот Примерно То и получилось На что мы рассчитывали Да По идее Клинок у нас Ровно Даже я не помню В какую сторону Он был уже То есть Либо туда Либо туда Уж не помню Честно Но мы сейчас Отрегулируем Ход Клинка То есть Чтобы он не болтался Чтобы он Слишком свободно Не падал И чтобы не было Люфта никакого Вот примерно так Да Ну вот примерно Да Примерно Вот таким вот образом У нас будет затянут Клиночек Ну и Смотрим Ну по центру Да Как по мне Как по мне Центральный Некуда Ребята Вот так вот Клин у нас Расположен по центру Поэтому Теперь уже Мы Понимаем На какую Скажем так С каким усилием Да Мы затянем Осевой Все у нас Выставилось То есть При этой затяжке У нас Клиночек Становится по центру То есть Все отрепетировано У нас И теперь уже После этого Когда мы Понимаем Каким будет Наш конечный результат Чего мы хотим Добиться Мы уже Капельку фиксатора Наносим На внутреннюю резьбу Боночки То есть Нежелательно Капать сюда Фиксатор На осевой Винт Потому как Когда мы будем Вкручивать Он вылезет Весь сюда У нас наружу Поэтому Капаем на внутреннюю резьбу И закручиваем И уже Подтягиваем Осевой С таким усилием Как нам нужно То есть Но Подтягиваем его Не с таким усилием Как мы хотим Чтобы клиночек У нас летал Да А чуть-чуть Туже Вот в принципе И все То есть Мы понимаем Что у нас Вот сейчас Клинок Да Смотрите Падает То есть При малейшем Таком кивочке То через 200-300 открываний Он у нас будет Падать просто Когда мы будем Замок риллинг Тянуть на себя То есть А сейчас нам нужен Кивочек Но при этом Все Нет даже Намека Никакого на люфт Ну в принципе Вот и все Я считаю Что С данным ножом Мы закончили Клин у нас По центру Абсолютно Ну свет Непонятно откуда Вот так вот Да Чтоб было видно Вот так хорошо видно Клиночек у нас По центру Ход клинка Видите Да Мягенький То есть Клиночек падает Под собственным весом Но чуть-чуть Нужен сдвиг такой Этот сдвиг Он пропадет То есть В будущем Вот при этой Затяжке винта Просто мы будем Убирать риллинг И у нас будет Клиночек падать Потому как Нужно понимать Что еще Притрутся шайбочки Притрется смазочка Все приляжет На свои места И все будет замечательно Ну в принципе И все Вот То есть Я как бы Звонил хозяину Хозяин трубочку не берет По поводу заточки У нас остался Видите Да Вопрос открытым Каким макаром Мы будем Тащить этот нож То есть Либо мы его Будем точить На наждаке В принципе Я вот Абсолютно Без проблем Сделаю здесь Ровно Такие же Подводы Как были С завода На наждаке Либо же Хозяин ножа Скажем так Захочет Его перетащить Сразу на камнях И сделать Зеркальную заточку То есть Вот Вот этот момент Остается открытым Ну кстати Да Вы слышали Что хочет Хозяин Нож продать Поэтому Если кто-то Хочет купить Нож То звоните Договоритесь С хозяином Пока Тащить Я этот нож Не буду То есть Если вам Интересна Более Скажем так Заводская Заточка То Звоните Говорите Русик С хозяином Договорился Мне хозяин Отзванивается Что Нож я отправляю Уже не ему А вам То вы мне Тогда звоните Говорите Русик Нож будем Тащить По 20 градусов На апексе Там На воднике То без проблем Либо же Говорите Русик Нож Точим На наждаке Под 18 градусов И без проблем Будет здесь Как бы Заводская Заточка То есть Клинок Здесь Не намного Сломался Поэтому Чуть-чуть Он стал Конечно Короче Но тем не менее Нож у нас Имеет Острый кончик Ну после заточки Он будет еще Скажем так Чуть-чуть Острее Потому как Часть металла У нас снимется Здесь И будет Очень острое Жало В принципе Вот и все Ну от хозяина Жду звонка По поводу Заточки Клипсу Клипса Клипса С какой стороны Клипса была Кто помнит Наверное С этой Вот в принципе Наверное И все Ну Продолжение Уже не будет По этому Ножечку Потому как Ну верите Что я его Перетачу красиво И все будет Как положено То есть Хоть так Хоть так Хоть на наждаке Сделаем на наждаке Просто Что цена Будет В разы Как бы На наждаке Этот нож Будет Перетащить Где-то Около Гривен 60-70-80 Ну скорее Что 80 Потому как Нужно Выводить Вот Здесь все По-новому Да На Камешках Это будет Стоить Гривен Ну я думаю 150 В принципе Как-то так Все Пока-пока Увидимся Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...